Приветствую высшим, и да, сегодня будем смотреть на игру под названием Малус. Игра может показаться типичным диаблоидом, но я хочу вас уверить, это совсем не так. Хотя не стоит забывать, что эта игра как-никак из-за раннего доступа, и тут довольно много различных косяков. Ну, например, сейчас отсутствует какая-либо кастомизация, мы можем выбрать только пол персонажа. Ну и начало игры довольно типичное. Мы оказываемся на берегу, и то ли мы пережили кораблекрушение, то ли мы вообще потеряли память. В общем, мы видели уже подобное в других играх. Но, знаете, в отличие от других игр подобного жанра, она играется на удивление приятно. Тут довольно классно анимирован персонаж, его умения, какие-то взаимодействия, ну, например, как мы копаем какую-то руду или, я не знаю, рубим дерево. В общем, всё сделано довольно круто, и это учитывая, что игра стоит всего ничего. И именно поэтому я считаю своим долгом показать вам эту малоизвестную игру, и играть мы будем за прокаченного героя мага, потому что у него безумно красивые умения. Что ж, и вот наш персонаж. Как я говорил, мы будем играть за мага. Именно сейчас мы находимся в лагере. Здесь мы можем пополнить запас своих зелий, либо сделать материал, который мы будем использовать для создания брони или оружия. Причём, возможности крафта тут довольно обширные. Мы можем настроить редкость предмета, мы можем, ну, сделать какое-то зачарование на него. Это может быть либо физическое зачарование, либо, скажем, какое-то стихийное. Ну, например, чтобы у нас топор бил огнём, холодом, молнией. Ну, в общем, тут элементов довольно много. И в целом оружие различается по типу урона. Ну, например, топор у нас рубище. А там какой-нибудь молот — это уже дробящее. А, скажем, копьё — это колющее. Ну и лук, в принципе, тоже колющее. И от этого зависит, какие навыки у нас будут использоваться в момент использования этого оружия. И я, конечно, не уверен, точнее, не проверял, насколько сильно отличается у нас урон при прокачке навыка того или иного. Но я думаю, нам предстоит это увидеть. А сейчас мы играем за мага, и мне безумно нравится то, как призывает он оружие. Ну, посмотри сам. Немного напоминает, конечно, анимацию из Black Desert, но, что ж, всё равно выглядит очень и очень классно. И да, я себе сделал посох на Блэссед, так как мы будем сражаться сейчас против скелетов. И в целом у нас довольно стандартный набор умений для мага. То есть это какой-то телепорт, это огненный снаряд, фрост нового. Выглядит зрелищно. Ничего, конечно, не скажешь. И да, вот с таким набором мы как раз-таки сейчас пойдём на кладбище, где будем убивать этих скелетов направо и налево. Такс, что ж, это была у нас первая жертва. Тут у нас есть мини-босс, это какой-то непонятный огромный скелет. Так, урон не получать, урон не получать. Да, кстати, у нас тут есть перекаты. Причём перекат у нас есть так вперёд, куда мы смотрим, так и назад. Ну, на это, конечно, требуется у нас выносливость. А выносливость прокачивается у нас вот здесь. И если бы мы, скажем, прокачивались в луг, то выносливости у нас было бы больше. Но так как мы не прокачиваемся в луг, соответственно, выносливости у нас довольно мало. Но у нас есть телепорт. Причём телепорт мы можем использовать для передвижения в разной траектории. Ну, смотри. Оп. Нет, не получилось показать. Но сейчас обязательно покажу. В общем, мы можем двигаться как зигзагом, так и по прямой траектории. В момент использования телепорта. Так, давай-ка немножко подойдём. Оп. Отлично. Тихо, тихо. Отлично. Держим его на расстоянии. Так, убили всех этих гадов. Ага, он проводит свои атаки. А мы получаем довольно ощутимый урон. Буквально ото всех. Но наша задача не стоять на месте. И да, мы умерли. Буквально за один удар этого мини-босса. Что ж, давай попробуем ещё раз. Что ж, попытка номер два. И на этот раз, я надеюсь, нас удастся пройти до кладбища и дойти до склепа, куда как раз-таки нам нужно по заданию. Но вообще, в принципе, на боссах, будь ты воин или маг, здесь всегда сложно. Разница, пожалуй, только в том, сколько атак нужно противнику, чтобы тебя убить. Да, у нас есть защита, у нас есть перекат, но атаки бывают такие резкие, что даже не успеваешь отреагировать. Но ладно, у нас есть уровень, и мы можем прокачаться. Смотри, защита. И я бы, может быть, открыл вот это вот умение. Оно как раз-таки перекрывает... Погоди-ка, а что там... Что там к нам подкрадывается? Ах, ты ж, чёртов скелет! Отлично. С скелетом мы справились, так что давай продолжим смотреть умение. Вот. Собственно говоря, вот это вот умение позволяет нам защищаться от снарядов. Так что я предлагаю его прокачать. Для этого как раз-таки нам нужно прокачать выносливость. Вот. И, соответственно, давай тогда его поставим себе. Вместе с другим защитным умением. Так. И остальное, пожалуй, я вложу... Давай вот сюда. Как раз-таки будем прокачивать какое-то атакующее умение. И нам понадобится вот это вот... Я не знаю что. Это у нас мудрость или концентрация? Концентрация, конечно же! Ёлки-палки. Так. Ну, давай, может быть, тогда наложим на себя эти бафы. Отлично. Что ж, у нас теперь есть два бафа. И теперь, я думаю, мы более-менее защищены перед этим боссом. Погоди. Опа! Отлично! Получай, скотина! Так. Тихо. В сторону. В сторону. Нет. Да. Фу. Ну что ж, это было легче, чем я думал. Но давай тогда дойдем до этого склепа. И там уже посмотрим, что у нас будет. Так. Но вообще, учитывая, что у нас посох, заточенный на Блэссет, нам довольно легко справляется со скелетами. Хотя, возможно, если бы у нас было дробящее, с каким-нибудь стихийным уроном, нам было бы еще легче. Но мы все же маг. Поэтому не стоит заглядываться на оружие воина. Что ж, и вот наши катакомбы. Конечно, напоминают какие-то катакомбы из-под фурксел. Ну ладно, что ж тут. Давай-ка я, может быть, выпью зелье здоровья и попробую быстренько с ними расправиться в одной комнате. Сначала мы их соберем. Так, погоди-ка, погоди. Давай, собирайся, собирайся, народ. Иди сюда. Так. Ух ты, ты посмотри на это. Так, железный какой-то молот. Отлично. Ну, что ж, я думаю, может, потом перекачаюсь в воина и попробую с ним побегать. Хотя, там, скорее всего, требуются характеристики, которые у меня не прокачаны. Давай посмотрим. Это у нас получается вот тут этот молот. И да, требуется навык владения молотом, точнее, дробящим оружием на 12. А это, соответственно, мне надо довольно долго бегать с каким-нибудь молоточком. С какой-то булавой. Вот он у нас, блантмастери. У меня сейчас на 5, а мне нужно 12. То есть, да, нужно довольно долго и упорно бегать вот с такими вот... Сейчас, где у нас тут такой вот молоточек есть? Давай я, может, его возьму в руки и попробую уже показать, как он с ним машется. Раз, два, три! Неплохо так. И да, причем противники задеваются, отталкиваются и выглядит это, конечно, довольно зрелищно, но... Ни в какое сравнение не идет с тем, что есть у мага. Ну, хотя, если честно, мне очень сильно понравилось... Понравилось бегать с копьем. Причем навык колющего оружия также действует на луке. То есть, в принципе, вот навыки, которые используются на копье, у нас используются и на луках. Что, в принципе, очень и очень удобно. Особенно в случаях с боссами. Так, погоди-ка. Раз! Ты... Блинский, я думал, перековернулся, но ладно. Давай тогда защиту на себя накастуем и выйдем уже к этим добреньким нашим скелетам. Может быть, даже и получим снаряд? Ну-ка. Да, защищает. Отлично. То есть, у нас вот этот вот баф, он полностью защищает от атак лучников, магов. И это чертовски удобно. Ну и, конечно же, боссов. Как же без них? Так. Вот так тебе, скотина. Тише, тише. Отлично. Давай тогда, может быть, я вот сейчас уже попаду в этого мага. Так, и вот это... Ух ты ж, елки-палки, эти чертовы лучники. Если про них забыть, то можно огреть очень-очень-очень неприятно по своей голове. Потому что отнимают они довольно много. Так. Тихо. Отлично. Так, пускай он там колдует свой огненный шар. Он все равно нас никогда в жизни не догонит, судя по всему. Но, знаешь, я бы все-таки перекастовал защиту. Хрен его знает, что у нас тут будет. Так. Отлично. Получили в лицо огненным шаром. И да, у нас он тоже отражается. Так. Отлично. Смотри-ка. Чувствую себя уже каким-то богом здесь. Но давай, может быть, мы распределим свои очки. Вот у нас будет концентрация на 10. И... Ох, ну ты ж проклятый скелет. И можно будет прокачать какое-нибудь атакующее магическое умение. Ну-ка, подожди-ка. Скелет, скелет, скелет. Скелет и не простой, а скелет... Сволочь, лучник. Фух. Так, фростнова. Смотри. Для этого нам требуется виздом 11. Ага. А для этого нам требуется 12. Мы можем, конечно, прокачать огненный шар. Но огненный шар, если честно, он... Так себе выглядит. И работает тоже. Я не совсем понимаю вообще. То есть вот. Бах. И такое ощущение, что он попадает именно перед собой. А как-то противников к себе подпускать, это, ну... Чистое дело. Какое-то самоубийство, я не знаю. И в остальном телепорт... Телепорт, да, он неплох. Причем мы можем двигаться по диагонали, зигзагом. Да как только захочешь, так и мы и можем двигаться. Потому что он следует траектории мыши. Что, в принципе, очень и очень удобно. Так. Погоди-ка. Кажется, там скелетик спрыгнул. И, к слову... Да, тут можно упасть. Так что приходится вдвойне быть осторожным. Учитывая, там, какие-то телепорты, прыжки с оружием. В общем, не следует метаться по карте. Стоит передвигаться крайне-крайне аккуратно. Так. Погоди-ка. Оп. Отлично. Защита, защита. Ой. Не то умение. Не то умение, не то умение. Ребят, а можно я вас... Ах, не хватает маны. Господи, боже мой. Ну, да, я тебя добью. Раз. Два. Отлично. Так, ну что. О, с этими мы расправились. И теперь, судя по всему, у нас остался один какой-нибудь босс. Если, конечно, он тут имеется. И... Так, здесь у нас ничего. Что ж. Давай тогда я, может быть, уберу оружие. Причем отдельно радует меня использование банок. Или даже то, что... Ну, мы не можем просто так экипировать оружие, если у нас состояние боя. Нам нужно обязательно его как-то убрать. И затем уже мы можем переодевать своего персонажа. И... Да, я к тому, что именно боюсь там каким-нибудь боссом. Мы не можем просто так сменить свою экипировку. Или же там выпить 10 дели каких-то. Нет, нам нужно именно там прожать что-то. Какую-то клавишу. Он там достает эту баночку и начинает ее медленно так пить. И в этом, в этом, конечно, что-то есть. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо. Отлично. Фу, давай тогда я, может быть, зайду. Так, здесь у нас ничего. А что у нас будет тут? Ага. Там какая-то пентаграмма. Поэтому давай, может быть, я сделаю на себя защиту. Пикс. Отлично. Еще раз защита. Да, не зря я, конечно, нас кастовал на себя. Но погоди-ка. Привет. Отлично. Давай тогда зайдем, посмотрим, что у нас тут будет. Ешки-матрешки. Постой. Вообще, 400 здоровья довольно много. Давай его... Слушай, это было... Это было просто. Это было очень даже просто. Судя по всему, против демонов, Блэссет справляется тоже на ура. И да, мы выполнили какое-то задание. В итоге, я не знаю, его нужно в городе сдавать, судя по всему. Но вообще, нам также нужно отправиться в какие-то руины и на болото. Так что, в принципе, мы могли бы отсюда выйти уже и отправиться... Ммм... Куда у нас тут? Болото, наверное. Давай посмотрим местную карту. Такс. Да, вообще карта довольно большая. Болото... Я даже и не знаю, где у нас тут болото. Ну, может быть, вот это вот. Хмм... Давай просто вверх бежать. И там уже, я думаю, мы увидим, что и как у нас находится. Так. Отлично. Получается, у нас в той стороне, кажется, был выход. Да. Именно в той. Погоди. Ну, вот у нас выход из этого подземелья. Ну, точнее, катакомб. Что ж, тут уже все вовсю сражаются. Чёртов, мать его, скелет. Погоди, погоди. Вот только что справился с боссом, и меня уже все скелеты готовы забивать просто за один-два удара. Ну, ладно. Давай, наверное, всё-таки отсюда как-то выберемся и посмотрим, что у нас будет... Ой. Дальше. То есть, мы можем побежать в ту сторону. Погоди-ка. Они могут выйти из этого места. Судя по всему, им что-то мешает. Так что давай с ними вот так вот расправимся. Отлично. Нечего было за мной бежать, гады. Так, ну... Вообще, в той стороне у нас, возможно, слишком прокаченные будут противники. Поэтому давай аккуратно как-то выманивать их и смотреть уже на уровень. Так, то есть, нам бежать... Вообще, мы могли бы его так вот сделать. Но тут есть урон от падений, поэтому надо делать это крайне и крайне аккуратно. Так. Двенадцатый уровень. Фу, волчонок такой. Ну, в принципе, я с ним справляюсь. Оружие у нас довольно сильное. Так что можно попробовать и на десятом уровне их убивать всех. Отлично. Судя по всему, тут какой-то очередной оборотень будет. Ну, сейчас увидим. Так. Вот, мы собираем еще с них обрезки кожи, которые будем использовать для создания, ну, средней или легкой брони. Ну, знаешь, мне средняя куда больше понравилась. Так, а это еще какие-то ботинки. Ну-ка. Давай посмотрим. Ух ты. Восемь защиты, а у нас дается двадцать. Ну, выглядит, конечно, не довольно круто. Ладно. Давай тогда забейм вот этого еще волчонка. Иди-ка сюда. Если честно, я даже проверять не хочу, сколько он там бьет по мне. Потому что он может и отнять все мое здоровье. А отнимается оно у меня довольно просто. Если уж не те скелеты убивали седьмого уровня, то вот эти вот волки двенадцатого, ну, я даже и думать не хочу, сколько они меня отнимут за атаку. Так, фрост нова. Ну, вообще, смотри, мы можем сделать вот так вот и прокачать, прокачать эники, бэники, еле в вареники. Тебя. Может быть, конечно, и вот это вот даже прокачать. Выглядит оно довольно классно. Погоди-ка. Интересно, а на них оно вообще хорошо действует? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Подожди. Отлично. Шестьсот здоровья отняли. Но мы с одной атаки отнимаем по триста. Ага. Понятно. И, кстати, да, самое, что удивительное в этой игре есть физика. Вроде бы студия небольшая и игра стоит копейки, но сделана довольно добротно. Я уверен, что они доведут её ещё до ума. Но пока что игра играется очень даже приятно. То есть у нас есть тут ещё какие-то деревья, различные ресурсы, которые мы можем собирать на карте. Сейчас, погоди-ка. Какие-то ресурсы, правда, у нас не кликаются, но... Погоди. Оп. Ага. Не получится, гадина. Так, там, кажется, ещё один волк был. Или мне показалось? Нет, не показалось! Не показалось! Ты... Фух. Надо бы сохраниться. Ну, ладно, давай, наверное, порубим дерево. Вот он как это делает. И причём тут самое главное есть навык добычи ресурсов. То есть, смотри, харвестинг, майнинг и вудкатинг. Ага. То есть это у нас отвечает за сбор растений. Ну, мы делаем зелие из них и прочее. А здесь мы собираем руду, а здесь мы собираем уже древесину. Так что, в целом... В целом, конечно, это немножко надоедает, собирать ресурсы. Но, опять же, мы можем убивать волков, собирать с них кожу и потом уже делать из этого всего какие-то достойные доспехи. И, мать его, половину здоровья отнял. О! Господи, боже мой! Так, убивают злодеи! Да! Об этом я и говорил. А-а-а, немножко забылись и получили по голове. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Игра, как по мне, получилась очень даже неплохой. Да и стоит она сущие копейки. Поэтому не поленитесь, пройдите по ссылке, оставленной мной в комментариях, и оцените игру сами. А на этом, пожалуй, всё. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких. Да, да, остался скелет. Да-да, я по тебе попаду. Дай, я по тебе попаду. Нет, нет, не попаду. Так, получайте. Давай, может быть, вот эту атаку сделаем. Опа! Отлично. Так, и получили по голове. Понятно. Давай, может быть, его замедлим. Вот так. Отлично. Привет. И вот о чём я говорю. Да.